Важную роль в развитии страны играет и строительство белорусской атомной электростанции. К ее запуску готовится вся энергосистема. Ряд проектов реализует энергетики северного региона. Так построена самая крупная в стране подстанция Поставы. В Витебске и Новолукомле возведены теплоисточники с электрокотлами. Какие еще проекты реализованы, расскажет Ольга Масловская. Вся трудовая биография Александра Базиленко связана с Лукомльской электростанцией. Более 40 лет назад пришел сюда молодым специалистом. От машиниста-обходчика котло-турбинного цеха вырос до директора. За 40 лет станция менялась. Она менялась всегда. И модернизация первых энергоблоков, четырех, которые были, и генераторов, и подстанции. Это все проходило через меня, и данная установка. Ну и, конечно, наш блок ПГУ. Все вехи истории в музее. А это современный облик станции. Правда, на макете не хватает двух новостроек. Здание котельной и модуля газотурбинных установок. Эти проекты в стадии реализации. И они напрямую связаны со строительством белорусской атомной электростанции. Лукомльская ГРЭС – флагман белорусской энергетики. Сегодня здесь вырабатывается треть отечественной электроэнергии. С запуском БЕЛАЭС Лукомльская станция станет мощным резервом. Энергоблоки ГРЭС будут запускать на время регламентных работ на оборудовании атомной станции. А на этой площадке, где сейчас идут работы по устройству фундаментов, энергетики возведут модуль газотурбинных установок. Они будут страховать энергосистему страны. Энергоблок Лукомльской ГРЭС для того, чтобы ее включить в работу, требуется 5-6 часов с холодного состояния. Энергомодульная установка газового турбина разворачивается за 15 минут. Через 15 минут она выдает номинальную мощность. В этом ее называется пиково-резервная. Для того, чтобы отключилось какое-то оборудование и практически в минимальные сроки обеспечить электроэнергию в необходимом количестве. Еще один пиково-резервный энергоисточник строят на Новополоцкой ТЭЦ. Оборудование поставит шведская компания. Монтаж в следующем году. А в новой котельной уже завершается пусконаладка. Кроме электричества, Лукомльская ГРЭС вырабатывает и тепловую энергию, которой обеспечивают саму станцию и 13-тысячный Новолукомль. С переходом энергоблоков в холодный резерв включат водогрейные электрокотлы новой котельной. Несколько объектов можно назвать основного оборудования. Это бак-аккумулятор с насосной, пара газомазутные котлы и электрокотлы. Электрокотлы общей мощностью порядка 80 мегаватт. Данное оборудование будет осуществлять теплоснабжение города Новолукомля, в том числе и главного корпуса Лукомльской ГРЭС. Жители Новолукомля почувствуют какие-либо изменения? Никаких изменений не почувствуют. Надежность теплоснабжения города Новолукомля будет улучшена. То же самое можно сказать и о потребителях, для которых работает котельная «Северная» областного центра. Здесь построен еще один теплоисточник с электрокотлами. Надежный и экономичный. Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Агентство теленовостей. Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Агентство теленовостей.